Носик папин, а глазки мамины. Галина Шаферова никак не может насмотреться на свою малышку. Женщина в четвертый раз стала мамой. Девочка три килограмма. Хоть она и с опытом признается, каждое рождение чудо и привыкнуть к этому точно невозможно. С выбором родильного дома долго не думала. На семейном совете решили, это будет проверенный годами роддом по улице Шилова. Мне здесь очень нравится. Здесь замечательный персонал, замечательные отношения. И вот для меня это уже такие родные какие-то стены. То есть вот сюда я уже ехала целенаправленно в этот раз, потому что хотелось рожать именно здесь. Очень такие теплые воспоминания. Я бы не сказала, что условия плохие. Есть вода, есть свет и самое главное, человеческое доброе отношение. Теплое человеческое отношение и самое главное врачи, пожалуй, самые опытные в крае. Вот почему женщины приходят сюда вновь и вновь, закрывая глаза даже на очевидные минусы. Неуютные советские кафель в палатах, санузлы которых всего один или два на весь этаж. Кстати, сантехника здесь вызывают не реже акушерки. Работы хоть отбавляй. Трубы лопаются ежедневно. У нас сантехника – это наша беда. Все эти коммуникации советских годов, они уже морально себя изжили, проржавели, прогнили. Родильному дому на улице Шилова в этом году исполнится 40 лет. За эти годы он ни разу капитально не ремонтировался. Но на свой день рождения юбиляр получил таки заветный подарок. В рамках развития центров экономического роста на эти цели выделили 60 миллионов рублей. Отремонтируют все – от крыши до подвала. Заменят кафель на более современный, отшлифуют мраморные полы, цветовая гамма будет самых приятных тонов. Правда, провести санузел в каждую палату не получится, но увеличение количества душевых палат предусмотрено. Что немаловажно – закрывать роддом на время ремонта не будут. Мы планируем без закрытия обойтись. В принципе, типовая застройка здания подразумевает поблочное включение и выключение площадей. То есть она симметричная. Мы можем половину здания перекрыть и без ущерба для работы проводить ремонт. Ежегодно в этом роддоме появляются на свет до 4000 детей. Кажется, более веских оснований для проведения капитального ремонта нет. Начнется он в 2020 году.